всем добрый день дорогие друзья уважаемые зрители youtube канала компании амаркетс на связи михаил ричард и сегодня нас в рубрике отрытый микрофон разбор сделки и анализ рынка разберемся на и новости и макро стат данные которые важны для нашей торговой стратегии макро трейдинг разберем торговые идеи которые мы можем отторговывать на этой неделе на следующий по заходим сделки покажу закрытые сделки ну и собственно как обычно поработаем и поторгуем итак первое начинаем с новостей по новостям из-за такого самого важного честно ничего особо не произошло такое чтоб действительно действительно стоящие первое что продолжается политика количественного смещения в сша вливают еще дополнительный триллион долларов ставки на нулях и так по всем странам в австралии то же самое выходе выходили данные по процентной ставки то же самое на данный момент на 0 процентов изменяете 0 процента 0 25 процента вот и и рынки как мы видим как мы видим сейчас это вот верну как мы идем на данный момент рынке продолжают расти фондовый рынок с и 500 плавно восстанавливается с начала недели три буркию то же самое восстанавливается и уже скоро обновит обновит максимум если единственный негатив который на данный момент есть на рынке это даже не массовые протесты и даже не ожидание трое волны коронавируса а вооруженный конфликт между китаем и индии на линии фактического контроля которая не менялась 96 года это фактические границы между китаем и индии и сейчас начинаются такие массовые его я военные терки между этими двумя странами на самом-то деле я думаю что этот конфликт будет ближайшее время закрыт но важно другое почему это всплыло и почему такое происходит ну что после корона вируса после того что как границы закрылись весь мир увидел насколько зависит от китая насколько все производство и даже стукнув насколько все производство мировое промышленное производство зависит от китая сразу оборвались поставки сразу отложились запуске многих продуктов ведущих мировых компаний примеру того же apple и собственно все корпорации начали думать как диверсифицировать свои риски и куда еще можно разместить свои предприятия и одной из таких стран является индия второй вьетнам и сейчас это две такие страны которые куда будет заходить мировой капитал куда мне заходить американские частности капитал и где будет массово расти и быстро расти ввп понятное дело что в таком случае для китая это конкуренция для китая тоже тоже индия это тоже миллиардная страна с миллиардом населением тоже является конкурентами и исходя из этого начинаются уже стычки между и индии китаем я думаю ближайшее время по индии мы будем слышать очень много новостей потому что это реально растущий рынок который может даже ближайшее время обгонит китаем потому что фактически индия на данный момент примерно находится на таком состоянии как китай начали своего быстрого экономического роста посмотрим будет так ли она будет потому что на самом-то деле в китае есть тоже свои скелеты шкафу по отношению к тому же сша так как китай является самым крупным держателем американского долга и фактически имеет очень тесные связи между сша и если что-то случается с китаем плохо в первую очередь штатам если что-то случается штатами плохо китаю и на самом-то деле все вот эти торговые войны которые массово там преподают преподносится что такие там такой злостный там на китай китай снова ответные меры вводит это далее это все на самом-то деле больше показушная картина чем реально отражает ситуацию и отношения между двумя странами вот и тут на этом фоне еще добавляется индия которую тоже буду дополнительные деньги заходить я думаю китай если бы правильное такое политическое решение это то чтобы тоже начинать масштабироваться в ту же индию и захватывать там рынок и тем самым фактически масштабировать свое производство уже на мега уровне уже даже не на уровне того с макро своей страны а уже нам на более масштабном уровне это было бы на самом-то деле правильно как собственно китай делает инвестирует уже украину вот поэтому ближайшее время нас ждут очень такие интересные перетоки капитала в частности в азии в частности видео поэтому новостей про него будем ближайшее время слушать очень даже много вот теперь что касается нашей валютной матрицы и наших валют на самом-то деле тоже особо ничего не поменялось глобально на макро уровне сейчас не сильно что-то меняется единственное что из такого ключевого это канада дармен больше рассматривается уже продажу все-таки ожидается 2 волна коронавируса люди боятся того что снова будет карантин и начинают обратно заходить в боль более низко рисковые активы но и нефть тоже является активом который во время первой волны коронавируса сами помните как сильно упал потому что очень большое предложение но то же время американский доллар может уже пойти в продажу именно кратко срочно поэтому кто меня там смотрит из моих учеников сразу говорю что это кратко срочно этого меня потом пишите все почему меня покупка вас там получается по макро продаж вот то есть кратко срочно доллар будет укрепляться и ближайшее время можем рассматривать его больше на покупку и валютная матрица нас на следующую неделю с так какой не 18 22 но 6 2020 будет иметь вот такой вот вид поэтому ставьте на паузу и делайте себе скиншот для того чтобы понимать что куда как торговать такс ну и давайте приступим к нашим торговым идеям смотрите по евро доллар у нас была сделка на продажу здесь был хороший сигнал я зашел продал потом вышел после того как рынок резко резко упал надо было сидеть до тейка но я решилась с этого выйти там забрал пару долларов ну и на самом деле это хорошо пока я не заходил бы все-таки сейчас пока сигналов больше по евро нет по фунту та же самая картина пока раз торговка пока не вижу смысла заходить доллар франк тенденция большего весна тоже сигналов как таковых нет поэтому не заходим доллар иена покупка у нас пока висит я думаю что я на ближайшее время тоже будет расти доллар все-таки покупку иена тоже на ближайшее время ее большую покупку рассматриваю чем продажу поэтому в ней пока сидим наоборот если еще упадем можно будет доливаться и покупать новозеландский доллар по отношению киньи тоже ждем пока идеи нет сигналов тоже нет ncd usd больше продажи чем покупка но продажа где-то в этом диапазоне будут не успели зайти ну поэтому сейчас пока ждем юсдк от пор появился карту мы находимся в нижней зоны и здесь можно рассматривать его на покупку поэтому дуэс декад я его прям приват захожу риски уже посчитано как обычно у нас 0 5 вот она наш депозит и рассматриваем его дальше вверх так а у бизды показ иди нет но тенденция больше вниз чем вверх ауткад та же самая картина по именно австралии с большим не чем я соответственно ауткад тоже думаю пойдет вниз пока сделку ждем то есть новых сделать я бы не открывал доллар франк ой аут франк пока тоже еди нет все в диапазоне аут иена тоже находимся видите в широком диапазоне здесь в таком случае лучше вообще не заходить вот это очень широкий диапазон ровно по центру здесь она будет вот так вот торговаться поэтому зачем нам эти непонятки заходим там где понятно аута за да тоже пока ничего как франк ровно по центру к геннору тоже практически по центру тоже идей пока нет франк гена тоже идей пока нет евро аут здесь тенденция больше рассматривается вверх и вниз есть и разворот есть возврат то здесь можно теоретически пробовать заходить на покупку но здесь я бы заходил небольшим объемом где-то вот там 002 потому что есть риски того что евро еще могут сливать поэтому евро аут может еще немного пойти вниз поэтому не полным объемом здесь можно заходить дальше евро еврокат пока иди нет ровно по центру находимся евро франк тоже идеально вышли и ждем дальнейшего развития событий еврофон тоже тенденция на вверх но пока идеи для входа нет евро иена ровно по центру тоже идей для входа нет евро и задай пока тоже идей нет тоже находимся по центру в евро аут гораздо интереснее заход фунта ауды здесь тоже тенденция была наверх снова его вернули вот здесь если будет пробой этого уровня назад можно заходить я здесь уже купил поэтому дополнительно покупать не буду но вполне вероятно можем под упасть и потом развернемся дальше наверх фунт кат пока иди нет фон франк то же самое по центру фунт иена тоже упали пока идеи особых тактовых нет фонд нзд вот здесь может быть заход видите даже стрелочка есть на покупку только в случае если вернемся обратно иначе можем еще провалиться еще падение вплоть до до данных минимумов а это это очень даже неплохое падение 186 93 где-то мы можем упасть поэтому я бы пока не заходил нзд кат нажал тут интересная картина смотрите мы находимся на максимум очень длинный такой длинная торговка и тенденция больше вниз чем вверх но канада рассматривается больше вверх нзд больше вниз ну честно говоря такой флэт я бы здесь не заходил несмотря на то что есть какой-то же объем так доллар рубль тенденция больше вверх чем вниз на самом-то деле по доллару люблю я бы то я бы купил но свопы свопы не забываем про свопы здесь очень большие свопы поэтому пока заходить не буду потому что не думаю что будет сильный всплеск по золоту тенденция пока будет будем находиться во флете я не думаю что вы кого-то или резкого падения или детского роста пока будет с дальнейшей тенденции вверх по биткоину по биткоину больше тенденция наверх я его жду выше 10000 особенно если зайдем за 10000 можно его пробовать покупать может быть резкий всплеск где-то к 11-12 тысяч мы можем увидеть плате на пока тоже флэт дальше индекс нас так вот здесь я бы зашел в сделку здесь я бы даже вложил на 2000 долларов это получается при таком расходе читаем спецификацию сколько вообще мы можем вложить и так где наш нас так читаем его нас так вот у нас так правая кнопка мыши спецификация и читаем контракт сайт 20 то есть покупаем на один лодку покупаем 20 контрактов так текстов из 001 окей вот то есть покупая один лодку покупаю 20 контрактов это приблизительно так и здесь 10000 один год будет равняться обжимая на 20 сколько 200000 001 лодку при трансе равняться как раз ровно 2000 соответственно лотом номер один здесь можно зайти и держать его на более такую давно срочную перспективу помните моего покупали еще здесь конечно можно было выселить но зайдем уже чуть выше будем ждать там но я 5500 та же самая картина спецификация 1 утра равняется 50 контрактов 50 умножаем на 3100 это будет приблизительно 155000 то есть тоже можно зайти вот там 0 0 1 и туда и туда все и туда туда вложил фактически сейчас ждем дальнейшего собственно роста индекс страха как видим страх был большой теперь видим он замедляет тенденция дальше больше рассматривается вверх поэтому не до страха я бы тоже продал все пока такая ситуация две сделки на покупку страх мы продали ждем когда рынок успокоится это нормальный такой рост по индексу страха сейчас я объяснила вот 0 0 1 это вложение посмотрите как на 1 1 вот это 4000 4000 умножаем на 33 это будет приблизительно 130 тысяч долларов 0 0 немного мы зашли до 1300 долларов поэтому очень даже нормально так ну и все и нефти на данный момент я бы и вообще даже не рассматривал она будет находиться во флете то есть сделки мы по отрывали все поза поза ходили ждем дальнейшего развития событий на данный момент у нас уже 9481 это счет практически удвоен поэтому как видим мы торгуем себя просто спокойненько в режиме реал тайма просто берем и зарабатываем деньги главное чтобы вы успевали за мной тоже по тренде и даже зарабатывать поэтому учитесь торгуйте инвестируйте и будьте успешны с вами был михаил ричард увидимся с вами ровно через неделю на этом канале